Это вечерние новости. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем. Президент США Джо Байден объявил о дополнительном погашении студенческих долгов на сумму 4,5 миллиарда долларов для более чем 60 тысяч заемщиков через программу списания студенческих долгов, предназначенной для работников государственных служб. Информация об этом появилась сегодня на сайте Белого дома. В общей сложности за время работы администрации президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис число работников госслужб, которым списали студенческие кредиты, превысило 1 миллион человек. Администрация президента одобрила облегчение долгового времени на сумму 175 миллиардов долларов для почти 5 миллионов американцев, каждому из которых было одобрено списание студенческих долгов в среднем на сумму около 35 тысяч долларов, подчеркивается в заявлении Белого дома. Как говорится в заявлении, сегодняшнее объявление о списании долга является частью более широких мер президентской администрации по сокращению долгового времени студентов и обеспечению того, чтобы кредиты не стали препятствием для образовательных и экономических возможностей для студентов и их семей. Предыдущий раунд списания долгов состоялся в апреле этого года. Тогда президент Байден объявил о списании кредитов на сумму 7,4 миллиарда долларов для еще 277 тысяч жителей США. Джо Байден присоединился к бывшим президентам-демократам и другим почетным гостям, чтобы почтить память правозащитницы и главы знаменитой политической династии Этель Кеннеди. Поминальная служба прошла в Вашингтоне в среду спустя неделю после ее смерти в возрасте 96 лет. Вдова Роберта Кеннеди, бывшего генерального прокурора и сенатора, который был убит во время предвыборной кампании на пост президента от Демократической партии в 1968 году, основала Центр по защите прав человека, чтобы продолжить дело своего мужа. Она больше никогда не выходила замуж и воспитывала своих 11 детей, пережив множество семейных трагедий, включая несколько авиакатастроф, в которых погибли ее родители, брат и племянник, а также преждевременные смерти нескольких ее детей, внуков и правнуков. Она и ее муж были потрясены убийством брата Роберта, президента Джона Кеннеди, в Далласе в 1963 году. Байден, который также как и Кеннеди является потомком ирландских переселенцев и исповедует католичество, в своей речи сказал, что он обращался к Богу в моменты собственных утрат, включая смерть его сына Бо. Он вспомнил, как Этель поддерживала его в тот трудный для него момент жизни. Он также отметил, что ее муж был одним из его героев. На службе собрались множество представителей семьи Кеннеди, бывшие президенты и демократы Билл Клинтон и Барак Обама, а также экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и другие демократы поделились своими воспоминаниями о неугасимом духе Этель. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначил Чонси Паркера своим новым заместителем по вопросам общественной безопасности. До этого Паркер с июля работал помощником предыдущего заместителя Фила Бэнкса. Освободившуюся должность помощника заняла Мона Суазу. Оба назначенца имеют многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Паркер провел в этой сфере около 40 лет, включая службу в Нью-Йоркской полиции. Там же служил и сам Адамс. Фил Бэнкс ушел в отставку на прошлой неделе на фоне расследования о коррупции в окружении мэра. Мэрию в последние недели сотрясает череда увольнений, а самому Адамсу предъявлено несколько федеральных обвинений. Канцлер городских школ Дэвид Бэнкс, брат бывшего заммэра, тоже покинет свой пост до конца месяца. Атланта примет Супербол в 2028 году на стадионе Мерседес-Бэнс, где выступают Фалконс. Это будет четвертый раз, когда Атланта будет принимать чемпионат НФЛ и второй раз на стадионе Мерседес-Бэнс. Последний суперкубок здесь прошел в феврале 2019 года, когда Нью-Ингланд Патриотс победили Лос-Анджелес Рэмс. Первые два суперкубка в Атланте в 1994 и 2000 году проводились на уже снесенном стадионе Джорджия-Дом. В рамках подготовки к суперкубку, который является самым просматриваемым спортивным событием в США каждый год, Атланта также будет принимать ряд связанных мероприятий, включая ежегодную награду НФЛ. Ранее было объявлено, что новый Орлеан станет хозяевом следующего суперкубка, который пройдет 9 февраля следующего года, после чего игра переместится в Калифорнию. В 2026 году стадион Санта-Клара, а в 2027 – Лос-Анджелес. Две большие панды из Китая прибыли в национальный зоопарк в Вашингтоне. Трехлетние Баоли и Цинбао будут на карантине для акклиматизации, прежде чем их покажут публике в январе. В течение многих лет китайское правительство предоставляло панд в аренду зоопаркам по всему миру в рамках практики, называемой пандодипломатии. Медведи стали символом дружбы между США и Китаем с 1972 года, когда Пекин подарил первую пару панд национальному зоопарку в Вашингтоне, округ Колумбия. Но в последние годы Китай из-за проблем в отношениях прекратил сотрудничество с зоопарками и стал возвращать животных, которых ранее передал западным странам. Хотя обе панды, самец Баоли и самка Цинбао, родились в Китае, у Баоли есть некоторые важные корни из Вашингтона. Он сын Баобао, который родился в национальном зоопарке Вашингтона в 2013 году, и внук Мэйсян и Тянь-Тянь, которые прожили в зоопарке около 23 лет, прежде чем переехали в Китай прошлой осенью со своим младшим потомством. На этом у меня все. Увидимся с Вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю Вам хорошего вечера и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»